Еще 159 новых случаев КВИ зарегистрировали в области за сутки. 18 июля у большинства имеются симптомы заболевания. Пострадавших от ливня домах района Жилгородок проходит ремонт. На сегодняшний день восстановительные работы завершены почти в половине из 15 пострадавших квартир. Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям в области рассказали об инсиденте с попыткой самоподжога. Здравствуйте! Вы смотрите программу «Факт» в студии работы Ирина Черней. Жаркая погода ожидается и на этой неделе. На территории Октябрьской области днем столбик термометра будет подниматься до 36-37 градусов Цельсия. Синоптики также ожидают переменную облачность местами коротковременной дождь и грозу. 21-22 июля без осадков, ветер восточный и юго-восточный, 9-14 метров в секунду. Температура ночью по области 17-22 на юге области до 25 тепла. 22 июля ночью 20-25 тепла и днем 21-22 июля ожидаем по области 32-37 на юге до 40 градусов жары. Еще 159 новых случаев КВИ зарегистрировали в области за сутки 18 июля. У большинства имеются симптомы заболевания всего с начала пандемии. Такой диагноз был подтвержден у более 13 тысяч актюбинцев. На 19 июля по Октябрьской области зарегистрированы всего 13 912 случаев коронавирусной инфекции. Из них 65,7% симптомных форм заболевания, 34,2% бессимптомных форм заболевания. Показатель заболевания составил 3575,6%. Из всех зарегистрированных случаев 81,3% местных случаев, 17% контактные, 1,5% завозных случаев. Из местных случаев 24,2% выявлены при профилактических медицинских осмотрах. 18 июля за сутки зарегистрированы новых 159 случаев коронавирусной инфекции. Из них 99 симптомных форм заболевания и 60 бессимптомных форм заболевания. Суточный прирост заболеваний составил 1,2%. В регионе по-прежнему действуют ограничения в связи с ростом заболеваемости и красной зоной, в которой находится наша область. Мобильные группы продолжают проводить рейды для проверки исполнения постановления главного санврача. На сегодняшний день была проведена внеплановая проверка 48 объектов, в ходе которых были выявлены нарушения. Наложены штрафы на сумму свыше 7 миллионов тенге. Костак сообщает, супругов из Ак-Тубе подозревают в торговле поддельными ПЦР-тестами на границе с Россией. Сотрудники полиции в ходе проведения оперативных мероприятий установили, что в конце 2020 года 33-летний житель Ак-Тубе по предварительному сговору со своей супругой, врачом одной из медицинских центров, изготавливал и сбывал поддельные справки ПЦР-тестов. Установлено, что муж на границе с Российской Федерацией на пограничном посту ЖАЙСАН находил водителей грузовых транспортных средств, выезжающих в Россию, и предлагал справки о сдаче ПЦР-тестов. Данные водителя отправлял своей супруге, которая, подделав справки, перенаправляла мужу, говорится в сообщении. Проводится досудебное расследование. В пострадавших от ливня домах района Жилгородок проходит ремонт. На сегодняшний день восстановительные работы завершены почти в половине из 15 пострадавших квартир. Ответственная за это организация ТО «Байсонат» планирует завершить возмещение ущерба до конца этого месяца. Обещанный ремонт после плачевной ситуации в домах Жилгородка, случившийся по вине подрядчика, потихоньку дает свои плоды. По словам строителей, в домах номер 11, 20, 26, 30 и 33 перекрыта крыша. Выполняется ремонт квартир и подъездов. В ТО «Байсонат» создана комиссия по установлению ущерба квартир, поврежденных после ливневых дождей. На сегодняшний день поэтапно в квартирах проводятся ремонты. Есть где уже подрядные организации «Байсоната» окончены. Завершены ремонты работы в квартирах. Полагаем, что в течение 10 дней уже все работы по проведению ремонта работы закончатся. Напомним, что из-за несвоевременно завершенной работы компании-подрядчика ТО «Байсонат», некоторые дома, где проводили капитальный ремонт кровли, остались под открытым небом. А пагубные последствия ураганной погоды с дождем принесли жильцам массу неудобств. Протечку потолков, испорченные стены, полы в квартирах и подъездах и неделю без электричества. В каждой из квартир комиссия в составе представителей Акиматы и ответственных за реновацию компаний определяет нанесенный ущерб. И после согласования с владельцем жилищ производится необходимый ремонт. Где-то от 20 тысяч до 200 тысяч вроде бы так. Как бы так, здесь уже как бы индивидуально они сами... У кого ремонт, да? Да, 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 это уже зависимо от ремонта. И здесь индивидуально сами подрядная организация с собственниками договариваются. А подъездные эти тоже, да, ремонтируются подъезды? Подъездные, да, тоже где, да, причинен там... Это полностью «Байсонат» делает? Да, 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 полностью подрядная организация. Более точную картину текущих восстановительных работ нам дали в подрядной компании ТО «Байсонат». Сейчас завершен ремонт в одной квартире в доме номер 33 по проспекту Победы. И еще в одной начнется завтра по улице Каратаева, дом 11. В двух квартирах восстанавливается натяжной потолок и идет ремонт. Всего пострадало 15 квартир. Мы стараемся как можно качественнее сделать ремонт и не затягивать вернуть всем пострадавшим владельцам прежний вид их жилья. Достоверную информацию по поводу суммы ущерба нам так и не назвали. Обусловив это тем, что оценка в каждом из квартир разная. К тому же отметили, что финансы на все это выделила подрядная компания ТО «Байсонат». Ремонт городских улиц сейчас в самом разгаре. Вседорожные работы на объектах этого года планируется завершить к октябрю. Справиться с переходящими подрядчиками обещают уже к началу осени. Еще весной власти объявили о предстоящем сезонном ремонте дорог в Ак-Тубе. В апреле на заседании постоянной комиссии обл. Маслихата обсудили их состояние. Было запланировано в 2021 году строительство новых автомобильных дорог общей протяженностью 5,7 километра в жилых массивах Рауан, Козылжар и на Кривом озере. А также реконструкция двух существующих дорог протяженностью 12,2 километра. Это в микрорайоне Батас-2 и на Ак-Жар в районе поселка Кирпичный. Дополнительно по городу средний ремонт по 12 улицам на 800 миллионов тенге и капремонт на 405 миллионов тенге. По переходящим объектам выделили в текущем году полтора миллиарда тенге. По переходящим объектам с прошлого года, с 2020 года у нас переходящие объекты где-то около 35 объектов есть еще. Ну самое масштабное я скажу это строительство автомобильной дороги в микрорайоне Батас-2, который тоже планируем текущим буду завершить. И строительство автомобильной дороги в микрорайоне Нур-Сити и строительство автомобильной дороги в микрорайоне тот же Нур-Сити, микрорайон 1 и 1А. Это самые большие обиды. А остальные – это средние ремонты переходящие, которые до сих пор незавершенные. Это в сторону КБО, в районе Москва идет, в старой части незавершенные. В старой части города власти обещают завершить укладку второго слоя асфальта на участке по улице Утемисова и, наконец, порадовать жителей Курмыша новыми тротуарами. Все работы выполнены в целом на 75%, но к сентябрю подрядные организации гарантируют полное освоение средств и сдачу объектов. В Казалжаре также работы будут завершены 1 сентября. Уже уложены два слоя асфальтового покрытия на новой дороге. Сроки реконструкции в районе Кирпичного моста и на Батасе – 18 месяцев, а это значит, что подрядчики поработают до осени с переходом на следующий сезон. Правда, пока еще оба объекта застыли в ожидании. В текущем году, даже если подрядчик объявится, на текущий год основную массу, ну, в зимнее время можно переустройством сетей заниматься и заготовкой материалов. Основную массу подорожной одежды мы оставим на 2022 год. Что касается среднего ремонта дорог, то на всех 12 улицах он завершится в октябре, если погода не подведет. Две машины сгорели на трассе Шубар-Кудук-Солилецк в результате дорожно-транспортного происшествия. Инцидент произошел 17 июля. Близ поселка Саралжин водители автомобиля и еще пять пассажиров были доставлены в Уиллскую районную больницу. 17 июля на автодороге Шубар-Кудук-Солилецк вблизи поселка Саралжин Уиллского района произошло дорожно-транспортное происшествие, где водитель автомашины ВАЗ-2110 допустил столкновение с автомашиной Митсубиси под Монтеро. В результате дорожно-транспортного происшествия обе автомашины съехали в Кювет, после этого произошло возгорание автомашины. В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя и пять пассажиров были доставлены в Уиллскую центральную районную больницу. Им оказана медицинская помощь. После дорожно-транспортного происшествия обе машины сгорели. Сегодня сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям области рассказали об инциденте с попыткой самоподжога, который произошел накануне в районе ГМЗ. Вчера, 18 июля, в 2023 на пульт диспетчерской службы поступило сообщение от сотрудников полиции о том, что житель города Ахтюбе закрылся в личном автомашине «Лексус», облил внутри салон и себя бензином и грозился совершить акт самосожжения. Сотрудники Умаров и Сырумбетов разбили заднее стекло автомобиля и подали ствол воздушной пены для обеспечения безопасности. После этого, соответственно, остальные сотрудники вскрыли машину и вытащили данного гражданина 83-го года рождения, передали его сотрудникам полиции. Как сообщили в ДЧС, тревогу подняли прохожие, которые в первую очередь обратились в полицию. На вызов приехало 8 спасателей и 2 единицы спецтехники. После извлечения из салона 38-летний мужчина был доставлен в больницу. Сейчас его здоровью ничего не угрожает. В причинах произошедшего разбирается следствие. Кастак сообщает, президент Казахстана Касымжимар Тукаев пообещал не применять меры принуждения в отношении антиваксеров. За исключением крупных коллективов. В работе с людьми, не желающими вакцинироваться, нужно применять дифференцированный подход. Эта группа далеко не однородна. Причины отказа от вакцинации самые разные. Среди таких людей много и колеблющихся. Надо всеми средствами, в том числе и через социальные сети, убеждать их. В некоторых развитых странах Запада переходят от методов убеждения к мерам принуждения. Мы на это не пойдем, за исключением особых случаев, связанных с деятельностью крупных трудовых коллективов. Потому что не можем из-за небольшой группы упертых антиваксеров ставить под угрозу здоровье наших граждан, обеспечивающих своим трудом благополучие своих семей. Сказал Тукаев сегодня на совещании по эпидситуации с коронавирусом в Казахстане. К сожалению, последние данные показывают, что не все регионы выстроили эту работу должным образом, констатировал президент. А сейчас смотрите новости республики. Кастак передает президент Казахстана. Касым Жамар Тукаев обеспокоен санитарно-эпидемиологической ситуацией в Казахстане. Ежедневно регистрируется более 5000 пациентов. Неделю назад мы рассматривали этот вопрос на расширенном заседании правительства. В то время правительство заявило, что все под контролем, но, к сожалению, ситуация не улучшается. Напротив, эпидемиологическая ситуация ухудшается, а особенно тяжелая ситуация в столице. Сказал Тукаев сегодня на совещании по эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Казахстане. К сожалению, мы теряем своих граждан, поэтому нужно принимать срочные меры. Нам необходимо разработать соответствующий план работы и реализовать его, подчеркнул Тукаев. За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 5 317 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передают Тенгри Ньюс с отсылкой на МВК. Всего в стране подтверждено 494 222 случаи. Из них еще 1896 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 431 956 человек. Кастак передает лишь три региона Казахстана. Остались в желтой зоне по эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции. Все остальные в красной. В красной зоне находятся Нур-Султан, Науматы, Шумкента, также Акмолинская, Актюбинская, Тарауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кастанайская, Казавардинская, Мангистауская, Павадарская и Североказахстанская области, которым из желтой зоны перешла Уматинская область. В желтой зоне находятся Жамбульская, Восточно-Казахстанская и Туркестанская области. В зеленой зоне не осталось ни одного региона. Сам Казахстан находится в красной зоне. Двух сотрудников Международного аэропорта Уматы задержали за продажу поддельных ПЦР-тестов, выезжающих за рубеж, передает Тенгри Ньюс. 29-летняя гражданка Ж и 28-летний гражданин И, задержанные сотрудниками Управления криминальной полиции ДП Уматы совместно с ДКНБ Пауматы, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых на территории Международного аэропорта города. Как стало известно, задержанные реализовывали отрицательные ПЦР-тесты для выезжающих за рубеж. Всего было продано около 15-20 справок, говорится в сообщении. Продавцы водворены в изолятор временного содержания. Ранее сообщалось, что в Казахстане в 2020-2021 годах было возбуждено 65 уголовных дел по подделке паспортов вакцинации и ПЦР-тестов. Жены и дети водителей, попавшие в дорожно-транспортное происшествие на трассе Восточно-Казахстанской области, погибли на месте аварии, передает Тенгриньюс. Смертельное ДТП произошло накануне в Урджарском районе. На трассе Маканчи, Жалана Школы, столкнулось три автомобиля. Киа Спорт Эйдж, Джили и Лада 2115430. От полученных телесных повреждений, несовместимых с жизнью, 48-летняя супруга и 13-летний сын водителя Джили, а также 47-летняя супруга и 18-летняя дочь водителя Лады, скончались на месте происшествия. Оба водителя и пассажир Джили с различными телесными повреждениями, госпитализированные в районную больницу, прокомментировали происшествие в департаменте полиции Восточно-Казахстанской области. Подробности аварии пока не разглашаются. Предполагается, что некоторые из участников смертельного ДТП возвращались с отдыха на озере Алаколь. По данным КАСТАК, казахстанка Рухия Байдукенова выиграла фестиваль «Славянский базар» в Белоруссии. Гран-при конкурса исполнителя эстрадной песни увезет домой представительница Казахстана. Желанную лиру ей вручили на церемонии закрытия Международного фестиваля искусств «Славянского базара» в Витебске, где ее землякам Димаша Кудайбергена искупали в овациях фанаты, говорится в сообщении. КАСТАК передает, бык сбежал перед обрядом жертвоприношения на Курбанайт и был пойман полицией Нурсултана. 18 июля в 3.21 в полицию на канал 102 поступило сообщение о том, что по улице Жубанова на проезжей части бегает бык. Сотрудники полиции обеспечили безопасность на дороге, отогнав животное с проезжей части, которое препятствовало дорожному движению, создавая аварийную ситуацию. БК полицейские привязали во дворе дома по улице Иманова. Как установили в департаменте полиции, 29-летний мужчина привез быка на Курбанайт и животное убежало. В отношении хозяина составлен административный протокол, уточнили полицейские. После рекламы смотрите следующие сюжеты. Цены на продукты питания в регионе продолжают расти. За январь и июнь инфляция в Активинской области составила 4,4%. Областным департаментом агентства по защите и развитию конкуренции проведено расследование в отношении компании ТУА «КТУБФУЦ». На очистку дна озера Шалкар выделено 2,5 миллиарда тенге. Работы уже идут. Враги народа, жены изменников Родины, жертвы политических репрессий. Более 5 миллионов сосланных в Казахстан и нашедших здесь приют и поддержку. Три миллиона казахстанцев, ставших жертвами Голодомора. Более 100 тысяч брошенных в лагеря, из них 25 тысяч казненных. Цвет нации и культуры – наши земляки. По данным историков, 8 тысяч октюбинцев были осуждены, 2 тысячи приговорены к расстрелу. Им нельзя вернуть жизнь, только доброе имя. Если ваши близкие в те годы были невинно осуждены, обращайтесь в областную комиссию по реабилитации жертв политических репрессий. Конец недели? Устройте себе праздник! Ресторан «Зимний сад» приглашает вас на летнюю площадку. Наша летняя веранда – отличное место для встреч на свежем воздухе. Аромат шашлыка и люля-кебаб еще аппетитней среди цветов и тенистых аллей. Чистота водопада, прохлада напитков, блюда восточной и европейской кухни. А хотите заказать банкет? К вашим услугам крытый зал ресторана «Летний сад» – продолжение «Зимнего сада». Ждем вас в пятницу, субботу и воскресенье. Вход через ретропарк. Ждем вас в пятницу, субботу и воскресенье. Сақ бол, өрттің шығына жол берме. Цены на продукты питания в регионе продолжают расти. Об этом говорят официальные цифры. За январь-юнь, по данным департамента статистики, инфляция составила 4,4%. Горожане разводят руками и говорят, что стабильной в стране остается лишь заработная плата. Ну, дорого, да, подорожало. Что именно? Овощи, молочка, насколько я заметила, яйца. Вообще все продукты подорожали. Вот. Это плохо? Конечно, очень плохо. Очень. Сравнивая, что наша зарплата не растет, а продукты растут, цена, то это очень плохо. Лук, морковь, ежедневно которые, масло подсолнечное, сливичное масло, все дорожает. Как выживаете? Ну, как выживаем? Экономим, стараемся, что-то где-то подешевле купить, что-то где-то маргарин купить вместо масла. Вот так вот намажем маленьким, сахар посыпем, кушают, а что делают? Да все дорожает потихоньку. И картошка, и огурцы, и помидоры, все потихоньку дорожает. Зарплата? Зарплата уменьшается. Ну, как всегда, как обычно, в общем. Зарплата уменьшается, продукты растут в цене. Что теперь поделаем? Так и живем. Статистики сегодня назвали продукты, цены на которые с начала текущего года в нашей области повысились больше всего. В лидерах крупы. Гречка, перловка, овсянка, пшено. Средний рост на эти виды круп составил около 8%. За ними следуют макароны, хлеб, мука, все виды мясной продукции. Дороже на 11% стало и подсолнечное масло. Из мяса в основном идет рост на баранину 10,3%, на мясо птицы 9,6%, на свинину 4,4%, на конину 3,9%. Также идет рост на колбасные изделия, на сыр и творог по 2,8%. Из продукции масла жиров идет рост на маргарин 22,2%, на масло подсолнечное 10,9%. Из фруктов идет рост на бананы 20,3%, на виноград 19,9%. Стоимость овощей в этом году росла просто космическими темпами. Картофель на 130,5%, морковь на 208%, свекла на 110% стали выше. Рост цен связан с курсом тенге по отношению к доллару, повышением мировых цен на продовольствие и другими факторами отметили в управлении статистики. Ну и по стране названы худшие регионы по ценам на продукты. Наибольшее ускорение инфляции в июне было отмечено в ВКО, Атраусской и Североказахстанской областях. Годовая инфляция оказалась наиболее высокой в Мангустаусской, Атраусской и Октябинской областях – выше 8%. Областным департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции проведено расследование в отношении компании ТО «Октубэфудс». Причиной разбирательства стало то, что у производителя подсолнечного масла отказывался заключать договоры с крупными торговыми сетями нашего города. Свой отказ они мотивировали тем, что мы реализуем, поставляем подсолнечное масло через дистрибьюторов. При этом производитель игнорировал письменные запросы крупных торговых сетей. По результатам расследования нами вынесено предписание в отношении производителя. На данный момент предписание исполнено. То есть, фактически, нами был устранен посредник между производителем и розничными сетями. Сегодня сотрудники областного управления градостроительства рассказали о ходе работ по очистке озера Шалкар. По информации официальных лиц, на проведение работ было выделено 2,5 миллиарда тенге. В Шалкарском районе на данный момент проводятся работы по очистке местного озера. Работы начались весной. Проект рассчитан на три года. Однако, возможно сокращение сроков до двух лет ввиду благоприятных темпов очистки. Подрядная организация ТО «Талагай-2050» из Алматы задействовала на более 30 единиц спецтехники, а также местные жители. Для очистки дна пока используется одна единица зиминаряда. Возможно подключение к работе еще двух единиц. Очистка идет совместно с экологами и другими экспертами. Перебоев нет. В Ак-Тубе состоялась презентация проектов строительной компании «Хангрупп», на которой было рассказано о действующих и строящихся объектах предприятия. По словам застройщика, их проекты отличаются оригинальным оформлением и нестандартными для нашего региона архитектурными решениями. «Хангрупп» – динамично развивающаяся октябинская компания, образованная в 2017 году. В ходе реализации своих проектов сотрудники компании применяют передовые и при этом надежные технологии с использованием материалов от ведущих производителей. По одному из проектов сейчас идет строительство первого в Ак-Тубе смарт-комплекса «Алашурда», квартиры которого будут отличаться наличием только эффективно используемого пространства. Здесь у нас три спальни и кухня-гостиная, то есть функционал четырехкомнатной квартиры – 92 квадратных метра. Многие говорят, что это очень маленькая квартира, маленькие комнаты и так далее. Я предлагаю покупать квартиры не по площади, как у нас ЖК «Аламдит», а покупать по количеству спален. То есть мне нужно три, мне нужно четыре или две спальни. Особенностями конструкции комплексов «Ангруп» является железобетонный монолитный каркас, который благодаря цельнолитой структуре делает здание более прочным и долговечным. Другая особенность – это большое влагонепроницаемое остекление помещений. Масштабное остекление хорошо заметно в другом проекте компании – в клубном городке «Авиатор Премиум». «Авиатор Премиум» – это уже премиум класс, это клубный городок из восьми домов, три этажа, принцип строительства тоже монолитно-каркасные дома. Тут больше, выше классом получается. Тут уже больше внимания уделяется на остекление, тут очень много у нас панорамных окон, то есть сейчас портал, который обеспечивает выход на террасу через гостиную». Одной из основных фишек квартир клубного городка «Авиатор Премиум» являются звукоизолирующие стены и окна. Все для спокойного и тихого пребывания жильцов. Есть у компании и уже реализованный проект. Это жилой комплекс «Батыс Орда» с отдельной парковкой, детской площадкой и охраняемой территорией. Айсан Бесенова живет здесь с семьей более года и считает, что не прогадала жилье. Особенно ей было приятно наслаждаться теплотой своей квартиры в зимний период. «Выбрали ЖК «Батыс Орда», потому что нам зацепило внешней красотой, дизайном, проектом. И мы очень рады, что выбрали этот ЖК, потому что «Батыс Орда» оправдал наши надежды. Дом очень красивый, один из красивейших домов, я считаю, в нашем городе. Также у нас вот двор, безопасный двор для детей, именно без машин. Ну, отдельная парковка, озеленен. Все красиво, уютно, чисто. Ведущими презентацией было рассказано и о грядущем запуске строительства апарт-отеля «Ливинг-хотел» «Октюбе», в котором октябинцы будут не снимать комнаты, а покупать, получая возможность сдавать их в аренду, поручая все заботы по дальнейшей эксплуатации руководству отеля. Чтобы приобрести жилье от компании «Хангрупп», обращаться по телефону «Плюс семь семьсот сорок семь сто семьдесят семьдесят семь». Расторжение контракта с сербским форвардом Баяном Дубаичем обошлось октубе в 21 миллион тенге. Дубаич перешел в стан красно-белых из Батэ зимой по приглашению прежнего тренера команды Алексея Баги. Тридцатилетний форвард провел 15 матчей в КПЛ и успел забить лишь три мяча. Новое руководство клуба посчитало, что серб является слишком дорогим для октубе и договорилось с ним о расторжении соглашения. Однако нападающий не пожелал уходить без компенсации. Стороны обсудили условия расторжения и сошлись на размере трехмесячной компенсации. Зарплата Дубаича составляла 7 миллионов тенге. Он являлся одним из самых высокооплачиваемых игроков команды наряду с Тонго Думбе и Игорем Сергеевым. Редактор субтитров А.Семкин